Ребята, привет! Добро пожаловать на новое видео. Сегодня у нас будет интервью с полиглотом Стивом Коффманом. И прежде чем мы начнём, хотел бы сказать три вещи. Первое — это то, что обязательно включайте субтитры. Все субтитры уже с исправлениями. Второе — это то, что полную часть интервью вы найдёте на Патреоне. Видео вышло практически на час, поэтому вторую часть интервью я опубликовал уже на Патреоне. Вы можете по ссылке в описании её найти. И третье — это то, что в этом видео мы со Стивом будем упоминать сервис Линк. Линк — это платформа для изучения иностранных языков. Там можно очень удобно и легко переводить слова, просто кликая на них. И эти слова у вас сохраняются, их очень легко повторять потом. Поэтому если вы хотите приобрести подписку, годовую подписку на этот сервис, то переходите по ссылке ниже, там у вас будет скидка в 30%. Желаю вам приятного просмотра! Всем привет! Добро пожаловать на новое видео Russian Progress! Сегодня я вновь общаюсь с полиглотом Стивом Коффманом, который знает уже более тридцати, наверное, языков. Не тридцати! Не надо, не надо преувеличивать! Ну, много языков, в том числе русский, и поэтому мы сегодня полностью поговорим на русском языке. Мы уже записывали видео три года назад на моём втором канале. Ссылка будет в описании, там мы в целом говорили об изучении языков. Также рекомендую посмотреть вам видео-интервью Стива Коффмана с Максом, Russian with Max канал. Там они больше говорили об изучении русского языка именно. И сегодня я постараюсь дополнить вот эти два видео, то есть задать какие-то дополнительные вопросы, которые, наверное, больше меня интересуют сейчас, потому что я активно тоже сейчас изучаю иностранные языки. Добро пожаловать! Очень рад! Ещё раз имеете возможность с вами общаться. Спасибо, спасибо! Я очень рад тоже! Для начала хотел бы задать вам такой вопрос. Какой язык сейчас вы изучаете? Сейчас я изучаю арабский и персидский. Как это сказать по-русски? Персидский. Персидский. Я попытался изучать три языка. Персидский, арабский и турецкий, но я бросил турецкий, потому что это слишком много. И я хочу, я всегда, когда я изучаю языки, для меня очень важно читать. И очень сложно привыкнуть к новой системе писания. Письма. Письма. И поэтому я решил, надо сосредоточиться на персидский и арабский, и что-то ближе, потому что это сложно. Даже если я знаю, как это звучит, да, но чтобы привыкнуть, чтобы читать быстро, надо много-много читать. Поэтому я решил бросить турецкий. Я только сейчас занимаюсь персидским и арабским. Последний раз, когда я смотрел у вас видео, вы изучали греческий ещё. Да. 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 Интересно, вот как быстро у вас... Да, да, но, знаешь, я... меня... ничего не нужно, да, я делаю, что я хочу делать. Поэтому с женой мы были... у нас был план посетить озеро Крита, да, в Греции, в Греции. Поэтому я решил, ну, я буду изучать греческий. И когда я был в Крите, в Крите, я, ну, я разговаривал с людьми и очень хорошо, хорошо. Я мог общаться с людьми. Сейчас очень сложно. Очень сложно. То же самое с румынском, да. У меня был... Потому что у нас есть бизнес с Румынией. Мы купаем лес, не лес, а дерево. И поэтому я изучал румынский. Сейчас очень сложно говорить по-румынски. Поэтому скажу... Ну, конечно. Скажу, когда я говорю, что я говорю на 20 языков, 10-12 я могу свободно говорить. И остальные надо что-то ознобновлять. Рефреш. Реню. Повторять. Повторять, да, да, да. Вот вы сказали, сейчас изучаете арабский и персидский. И как выглядит вообще ваша языковая рутина? То есть, что вы делаете каждый день с этим языком? Ну, я стою в 7 часов, 7 часов 7.30. И я приготовлю завтрак. Это я это сделаю. И когда я все собираюсь, приготовлю, я слушаю. Я буду слушать, я слушаю. Когда я начинал с персидском или с арабском, я слушаю наши мини-истории, сказки, да. Где существует много-много повторений. Это очень-очень полезно, когда мы начинаем. Но все эти сказки я уже слышал 30 раз, поэтому не очень интересно. Да. И сейчас я начинаю слушать подкасты по-арабски или по-персидски. И я нашел людей в Иране, в Тунисе, которые пишут транскрипцию. Потому что без транскрипции я не понимаю. Я понимаю 20-15 процентов, да. Но потом все. Я слушаю, когда я приготовлю завтрак. И после завтрака я собираюсь, да. Я все чистую, да. И я слушаю. И это будет 30 минут. И потом каждый день я что-то делаю. Как это сказать? Physical training. Я что-то делаю. Физическая активность какая-то. Активность, да. 20-30 минут. Я слушаю. И если я в машине, я слушаю. Поэтому 45 минут, 1 час есть слышание. И потом, когда я слушаю, большая часть я не очень хорошо понимаю. И поэтому я... Как? Curious. Интересно. Не, интересно. Или я не понял, что это было. И потом я читаю на мой айпаде. Я изучаю линк. И там сохраняю слова и фразы, которые я не знаю. Это мой рутин. 45 минут слушания, 30-40 минут чтения и сохранения словарных запасов. Но чтением вы занимаетесь во время физической активности или когда? Иногда. Иногда. Но больше всего нет. Но я могу. У меня есть степер, да. Я могу читать, когда я бегаю в этой машине. Но более комфортно это только слышать. Когда я бегаю, я что-то делаю, я слушаю. И потом я сижу, я читаю и сохраняю словарный запас. То есть это, как правило, совмещение двух дел, да? То есть вы делаете что-то физически, не знаю, готовите или занимаетесь спортом, едете куда-то и внедряете изучение языка, да? Да. Для меня есть много плюсов, да? Во-первых, если я сижу и я слушаю, очень быстро я не могу сосредоточиться. Я буду что-то, я хочу что-то делать. Но если я уже что-то делаю, но я могу слушать. Если нет, я не могу сосредоточиться. Это кажется... Противоречиво? Противоречиво. Это не противоречиво. Когда я делаю что-то физически, я очень могу сосредоточиться. Не сто процентов, но семьдесят процентов я слушаю. И особенности, если это интересно, я могу вспомнить, когда я был где-то в лесу, я бегал на... На лыжах. На лыжах я слышал русскую литературу. Яма Куприна. Или Отцы и дети. Я слышал. И я бегаю. Если интересно, но это легче сосредоточиться. Сказки, это немножко сложнее. Если я слушаю тридцать раз, это немножко сложнее сосредоточиться. Но все-таки, каждый раз, когда я слушаю тридцать раз, всегда есть что-то, конструкция, модель, слово, которое я не замечал. И сейчас на тридцать раз я это замечу. Поэтому стоит слышать много раз. Потому что всегда что-то есть. Но это не самый вид, когда я сосредоточусь на... Я могу сказать, если я слушаю что-то интересное, может быть, роман, я не могу сосредоточиться на самой структуре языка. Если есть что-то нудное, как эта мини-история, я более могу сосредоточиться, заметить что-то, структура или что-то. И потом, если я это однажды замечу, но последний раз я буду потом заметить. Поэтому это очень полезно. Мне кажется, обе виды слушания важны. Слушать с многими повторениями, чтобы сосредоточиться и заметить что-то внутри языка. Или слушать, потому что это интересно. Это часть культуры, это наслаждаться. Я много делал, чтобы изучать русский язык, и сейчас я могу наслаждаться романом. Но я не буду сосредоточиться на точке грамматики. Я буду только наслаждаться. Есть два вида слушания. А как происходит работа именно после прослушивания? Или вы только слушаете? Например, вы послушали один раз, потом второй, третий. Но есть ли там какие-то слова, которые вы не знаете, вы потом отдельно садитесь и переводите? Или как вы делаете? Я не перевожу, но я использую линк, я ищу те слова, которые я не понял. И это будет автоматически сохранять на моей базе данных, в линк. И потом я забуду, что я это слово видел. Только на линке это будут жёлтые слова. Ну, это всё, я читаю. И потом появится на других контекстах. Да. Повторение мать-учение, в общем, да? Да. Я не очень, я не изучаю, я не пытаюсь изучать. Да, с учебниками, да. Да, я там что, слова, которые я должен изучать и вспомнить. Я никогда это не делаю, никогда. Да. Я, кстати, вот благодаря вам во многом тоже, также изучаю языки. Сейчас я, например, изучаю шведский. И мне очень знакома ваша рутина, потому что у меня тоже самое. Я тоже встаю, когда я завтракаю, я слушаю шведский. И потом просто перевожу слова, которые я не знаю, и этого достаточно. Потом я могу ещё раз повторить, и всё. Но вопрос следующий. Как изучать языки, где сложно найти аудио с транскрипцией? Что делать? Сложно. Да. Сложно, сложно. Но в случае в персидском я нашёл одну даму, девушку в Иране. И она делала много монологов. Это очень интересный человек. И она сказала, когда она была в путешествии в Индии. Много точки зрения, много вещей. И всё это она делает транскрипцией. Потом, есть такой Voice of America по-персидски. И я думаю, что всё это open domain, потому что это пропаганда. Окей. Всё. Я спросил её делать транскрипцию, которую мы покажем в линке. И она... Надо быть немножко осторожным, да? Я, например, в случае русского языка, я... Я получил разрешение из Эхо Москвы, используя их содержание. И там, как вы знаете, каждый день есть звук и текст. И всё это мы используем. Я не могу использовать вещи, которые есть прав, да? Без разрешения. Но я думаю, что пропаганда, Voice of America по-персидски, это можно. И она делала транскрипцию. И потом она делала История Ирана. 26 частей. Очень хорошие. Очень простые. Просто языком. Очень хорошие. И в каждой части есть вопросы и ответы. Как мы делаем наши мини-сказки. Я платил, чтобы получить содержание. На случай, например, арабский есть в Аль-Джазире. И я плачу. Есть девушка в Тунисе, она делает транскрипции. Я не думаю, что я могу это использовать в Аль-Инк. Я посылал имейл. Как всегда, не получил ответ. Может быть, я буду это показать в Аль-Инк. Я не знаю. Но и сложно. Сложно. Румынский был сложный, греческий был сложный. Да, греческий я сам помню. Но русский это один из самых богатых. Потому что есть и подкасты, есть аудиокниги, всё есть. Я не против платить, но если вы не хотите платить, платить, всё русский литература девянадцатого века у вас есть. Тургенев, Толстой, что вы хотите. Всё. Русский язык много-много ресурсов. Да, конечно. Но румынский, греческий, арабский, персидский нет. Шведский, я думаю, тоже много. Да, да. Два как минимум подкаста есть. Вот. Ну, смотрите, персидский там же, там арабская вязь тоже или там, как они пишут? Какая там письменность персидского? Ну, персидский, арабский почти тоже самое. Да. То есть в этой транскрипции у вас есть именно на вязи, либо вам на латинице пишут? Нет, мне не нужно на латинице. Конечно, на арабский, на арабский. На арабский надо читать сразу. Но всё равно же сложно, сложно, да? Или, например, я изучал язык тайский, очень сложно было читать, очень сложно. Мы, я думаю, что мы думаем, что, например, кирильский, окей? Кирильский не очень сложно, конечно. Не сложно. И я знаю, русский намного лучше, чем ческий. Но всегда-всегда ческий легче читать. Ну, понятно. Потому что мы из детства, мы читаем, русский читает по-кирильски, я читаю по-латински. И если я начинаю на возраст 60 лет изучать русский, я не могу достигнуть, но... Достигнуть, да, достигнуть. Достигнуть тоже самый уровень комфортности на читание кирильский, как у меня в латинский. Но, по крайней мере, кирильский это очень похоже на латинский. Да? Да. Почти, почти, да. Но арабский, пиржийский никакого отношения не имеют. Поэтому надо много-много читать. Много-много читать. И это не очевидно. Российский, хотя у меня очень долго P&R я смешивался. Всегда. Окей. Несколько проблем есть, но если новое слово, я могу читать по-русски, по-кирильски. Потому что это звучит, как это пишется, да? А арабский нет. Если я не знаю это слово, очень-очень сложно произносить. Поэтому я много, каждый день я читаю много по-арабски. И поэтому я бросил, сбросил турецкий, потому что я хочу много-много читать по-персидски и арабски, чтобы привыкнуть на это, это система писания. Хорошо. А, например, ещё последний вопрос с этой темой. Язык, где нет алфавита, по сути, китайский или японский. То есть, как там вот можно таким методом именно через контент учить? Это же, не знаю, мне кажется, сложно. Сложно я, но в случае китайский. Я думаю, что иероглифы, как это сказать по-русски? Иероглифы, иероглифы. Иероглифы. Я каждый день, десять, двадцать, потом тридцать, каждый день. И всё, что вы изучаете, вы забудете. Тридцать, вы забудете тридцать. Надо потом, опять, и опять, и опять. Поэтому надо что-то сделать. Потому что это, это, да, это надо, это надо. Но потом, после первых тысяч иероглифов, я больше всего через читание. И каждый новый иероглиф я писал рукой. Да. Но русский я никогда не писал рукой. И японский я никогда не писал рукой. Мне это не нужно. Но когда я изучал китайский, я работал в канадском министерстве... What is it called again? Торговые... Торговли, торговли. Торговли. Anyway, вы знаете, когда мы изучаем много языков, очевидно, что вы будете забудеть. Да, конечно. Вы будете сделать ошибки. И для меня это не важно. И вы будете забудеть очень простые, очень довольно, да, простые... Простые элементарные вещи. Вещи, да. Но если... Но сейчас я буду больше говорить по-русски, если я буду там посетить Новосибирь... Приезжайте, пожалуйста. Да. Но я думаю, что очень быстро. Поэтому люди иногда спрашивают, как вы делаете, чтобы содержать уровень на этих языках. Я не заботюсь об этом. Да. Потому что когда это будет нужно, и я должен каждый день говорить по-русски, ну, уровень будет улучиться. И до этого неважно. Это станет как это есть и станет немножко хуже. Неважно. Да. Угу. Следующий вопрос. Вот смотрите, по этой методике, когда ты много слушаешь, читаешь, ты прежде всего учишь язык через... То есть главные слова, да, слова в приоритете. Зная слова, ты потом уже будешь и понимать грамматику и так далее. Но когда мы уже хорошо довольно понимаем язык, когда мы можем уже что-то сказать, как потом... Может, у вас есть какой-то метод, как довольно быстро исправить грамматику? Потому что всё равно какие-то ошибки будут, да. У меня, например, приведу пример, да. У меня такой метод есть, я пишу 20 текстов на этом языке, отправляю носителю языка, меня исправляют, и от основных ошибок я избавляюсь. Может, у вас тоже есть какая-то методика, как... Если... Знаешь, для меня изучение языков — это наслаждение. Я делаю, потому что я хочу это делать. Я знаю, что я делаю много ошибок. Если я хотел это исправлять, я думаю, что я тоже буду делать то же самое. Но я это не делаю. Потому что, ну, я говорю с ошибками. Но я могу общаться, я понимаю. Для меня понимание — это самое важное. Но если я буду много-много говорить, когда мы говорим с людьми, мы слушаем, как они говорят, и понемножку мы сам исправляем. Но я думаю, что писать — это очень хорошо. Надо думать, когда я пишу. Когда я говорю, у меня нет времени, чтобы делать это. Да, да, конечно. Подожди или что-то. Но когда я пишу, ну, надо, я ищу, например, на Google, как это пишется. Или я пишу что-то, и носитель языка будет исправлять. Это, конечно. Но я думаю, что я могу делать то же самое ошибки много-много раз. Это не будет. Потому что, если кто-то это исправлял, я буду начинать использовать эти структуры аккуратно, корректно. Нет. Я буду... Чтобы изменить эти привычки, нужно много-много времени. Но я знаю, например, сейчас вы изучаете шведский. По-шведски шведов. Я знаю много шведов. Я работал с шведами. И по-свецки мы говорим, There are many folk in China. Или много folk. They are. That's the structure. И они по-английски скажут, It is. It is many people in Stockholm. И это неправильно. There are. There are. И шведы, которые говорят очень-очень бегло, очень свободно по-английски, Они делают то же самое ошибки. 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 Ну? Это значит, изменить, изменить. Например, русские, которые говорят по-английски, не могут использовать the article. Это у них нет. Вы можете исправить и объяснить, но чтобы это стало привычком. Да. Это много-много-много времени нужно. Еще вот вопрос, который меня интересует лично. Было ли у вас желание или соблазн, так как вы знаете много европейских языков, пожить в Европе, ну или переехать в Европу. Потому что Канада это все-таки довольно далеко от всех этих стран, где... Из языков, которых вы знаете. Вот. Пожить в эпицентре именно. Да. Но вы знаете, я... У меня есть жена, есть семья. Это не так легко это сделать. Легко. Но как... Я очень люблю. Ну, я... Например, я когда изучал украинский, но я один. Я пошел в Луове. И там жили две недели. И потом жена приехала. И потом я опять был в... И в восточной Украине, где они говорят по-русски. Когда я могу... И я много раз был в Франции, я был в Румынии, Гри... Конечно, я сейчас хочу посетить, я не знаю, Ливан, Иран. Конечно, сейчас не очень... Ситуация не очень хорошо. Но когда я был в Сент-Петербурге и... А я был там пять дней. Это уже восемь лет тому назад. Я был в Сент-Петербурге. Жили в... Вот так как... Коммунальное. Так. Угу. Каждое утро бабушка приехала за завтрак. Греч... Гречки? 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 Так. Гречка. Конечно, когда вы изучаете... Я тоже самое делал в Праге. Когда вы изучаете язык, посетите страну, где этот язык используется. Это рай, это сон, да? Dream. Гречки. Но я не это... Если... Я... Было бы... How do you say? A bachelor, you know? Без... Без семья. Без... Да. Бакалавра. 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 Значит, не... Без... Холостой. Холостяк. Холостяк. Конечно. Да. Конечно. Понятно. Много-много. Прорыва. Удиво.